Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4, 2007 года выпуска, полный привод, 2 литра, механика. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, заменим масляный, воздушный и соломный фильтры. Для этого поднимаем автомобиль, сливаем с двигателя масло и сразу снизу меняем масляный фильтр. После чего мы опускаем, меняем воздушный, заливаем масло и меняем соломный фильтр. Поднял автомобиль, снял защиту, откручиваем пробку с поддона. Ключик на 14. Устанавливаем тазик для слива масла. Да, масло очень грязное. Сливаем. Слилось масло, закручиваем на место пробочку. Подтягиваем ее и смываем подтеки масла. Теперь мы откручиваем масляный фильтр. Находится у нас он спереди поддона. Берем крабик. Крабик не хватает. Берем крышечку и откручиваем крышкой. Вот закрутили, даже крышка прокручивается. Берем кух用 formal, сможем 촉ков Gotta нравиться. Берем крышка горящая зли BO 16,6 NE웜. А 또 закручить, 10 минутorial,ольше пог Rabа прокручивえる покручиваемую пробъем & сладанс面 сливаемостью, Аккуратotal, 13 минут ordin не получается не так не так есть вот такие еще купил щипцы для фильтров сейчас попробую ими затянули просто зверски фильтр вот этими щипцами получилось так что как они его закручивали не подвигаем тазик и откручиваем фильтр берем новый фильтр Toyota 90915Y ZZE2 вот такой вот фильтр заливаем в него масло смазываем резинку масло мы будем использовать Toyota 540 оригинальный номер ее 088 80 80 375 здесь еще добавление Германии О ну ГО смазываем резиночку и устанавливаем протираем посадочная и закручиваем фильтр закручиваем руки смываем подтеки масла опускаем автомобиль и заливаем масло заливаем масло заливаем минasan заливаем заливаем рав XL יל ему Продолжение следует... ...максимум. Заведем автомобиль, поработает и проверим еще раз. Вошло 4 литра. В данный момент закрываем пробочку и меняем воздушный фильтр. Отщелкиваем защелки. Раз. Два. Две защелки. Приподнимаем крышку. И вытаскиваем воздушный фильтр. Стоял оригинальный. И ставить будем тоже оригинальный. Номер оригинального фильтра 17801-31120. Вот такой вот фильтр. Устанавливаем его на место. И защелкиваем защелки. Все. Воздушный фильтр мы заменили. Теперь идем и меняем салонный. Открываем пассажирскую дверь. Открываем бардачок. Здесь сбоку снимаем амортизатор. В бок его стаскиваем. И с двух сторон по бокам нажимаем сначала с одной стороны, потом с другой стороны на фиксаторы. Снимаем крышку бардачка. Сидит он вот на таких пропилах. Крышка... А, вон, у него очень плохо закрывается бардачок. Крышка соскочила. Ну, вот так вот меняли фильтр предыдущие люди. Будем надеяться, что защелкнется нормально. Хорошо, что я ее не сломала, а то пришлось бы заказывать новую крышку. Так, так у него и печка нормально не работала, значит. Вытаскиваем старый фильтр. Берем новый фирмы Goodwill AG-151CFC. Вот такой вот фильтр. Идет он угольный. Достаем его. И устанавливаем. Вставляем на место крышку, заводим в паз. И защелкиваем ее. Они пытались, наверное, снаружи ее защелкнуть, а она внутри защелкивается. Перепроверим. Все, держится нормально, не соскочит. Вот, вот и такое бывает. Берем бардачок. Устанавливаем его в эти пазы. Ставим амортизатор. И защелкиваем. Все, и бардачок заработал нормально. На этом все. Замену масла, масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя и салонного фильтра мы закончили. Всего вам доброго. Продолжение следует...